Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, и я опять вернулся. Сегодня, дорогие мои друзья, очередной выпуск под обзором, и сегодня у нас модифика по званию Pac-Man Doom 2. Есть также и первая часть Pac-Man Doom, но дело в том, что они не являются взаимосвязанными между собой, и наверняка у них даже не будет, как это надо сказать, у них даже наверняка не будет определенного автора. Вот так. Ой, это даже музыка есть, я не знал. Хотя не знаю, что насчет музыки, а то, блин, постоянно у меня с музыкой проблемы теперь, серьезно. Дело в том, что за последние 5 выпусков мод-обзора, 3 из них имели проблемы с авторским правом, а один, то имел проблему с целыми, где-то с 7 авторами, если не больше. Не знаю, сколько их там было. Тема была из Ghostbusters. Самые дерьмовые и переделанные в Doom. Переделанные с помощью Doom Engine. Я в шоке. Это просто жопа какая-то, серьезно. Чтобы за такую вот задницу теперь уже кидать авторские права, мне уже интересно, что будет дальше. Авторские права, не знаю, там, а не, визуальное содержание уже есть. Авторские права за цитаты. Хотя что-то подобное уже есть. Ну, как подобное? О! О, они здесь сумеют ходить, все-таки? Дело в том, что необычно здесь вообще ничего не делают, а эти наши враги. Они все-таки что-то могут сделать, я не знал. Серьезно. Так, Power Palette Mode. Также надо после этого показать статистику, то есть, в вашей части 9 нормальное время за уровень 75 секунд. То есть, убито врагов 4, а нормальное убийство на этом уровне 5 врагов. Есть определенные правила здесь. Но нарушение их ни к чему такому не приведет. Midnight on Drogs. Вечер на камнях, если так привести. Или на скалах. Так. Будем, пожалуй, пока что стараться хотя бы что-то взять нормально. Прикончим несколько врагов, чтобы забрать в них пеллоты. О, блин. Уже у нас проблемы, кажется, скоро будут. Музыкальная тема уже изменилась. Не знаю, слышно ли вам ее или нет. Может быть, у вас ее прямо сейчас глушит. Я ее... Я не знаю, лично. Так. Кстати, иногда будут уровни, когда прямо уже с самого же начала у нас призраки будут двигаться. Там уже будет в разы сложнее, конечно же. А тем более такому нубу, как мне. Так. А, кстати, это единственный уровень, у которого вид с четвертого лица. Это единственный уровень, у которого будет такой вид. Больше ни на одном такого вида не будет, вообще. Так. Соответственно, у врага и у всех их двоих есть пеллоты. Так что, постараемся как-то их прикончить. О, это первый. Блин. А второй будет еще посложнее. Блин. А, фак. Так и думал об этом говне. Тихо. Постоянно это у меня самое главное проблеме здесь. О, 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 и не умер. Да. Нормально, 8 фрагов на таком уровне. Вы что, издеваетесь или что? Мы время 91 секунда. Что ж, видите? Реально. Наверняка, что да. Ну ладно, ладно. Раз так, раз так. Terror at the Falls 2. Таких не было первой части даже. Ну ладно. Или, может быть, я что-нибудь пропустил прямо здесь. Не знаю, не знаю. Да, кстати, слева также показывает, сколько у нас пайлотов осталось. Вот 116 осталось сейчас. На самом деле, огромных таких числ здесь бояться вообще не надо, потому что вы их забираете абсолютно спокойно, без никаких проблем. Нет, все-таки нельзя пройти. Иногда нельзя пройти, не взял пайлота. Это проблема. Скотина такая, хп мне хотел снести. Вот ублюдок. Но главное, что враги они могут ничего снести. Именно во время того, когда вы имеете пайлот мод. Это хорошо. Ну, пожалуй, для меня лично. Четыре. Три. Последние три. Оп-оп. И ты. Забрали. Я не хочу взять, там, брать, там, ходить и бить врагу просто так, просто, ну, понимаете. Время только забирать будем. Нам этого не надо. А мне тем более. Так, это уже третий уровень. Здесь, кстати, одиннадцатый. Здесь одиннадцатый уровень. Депланкс. Довольно странный уровень, в котором мне лично тяжело разбираться, по той причине, что все выглядит так, как будто сюда можно пройти. Но это абсолютно не так. Заверем для начала по бокам. Прекрасно. Пэлеты по бокам мне забрали. Все шикарно. Блин. Снова тупик. Ну и обожаю просто. Так, враг. Это уже есть главная проблема. Опа, еще враги. Берем пайлот. И проблем нету. Фак, а может быть есть. Блин. И все равно там враги. Да и пофиг. Мы для начала тогда здесь позабираем. И тогда уже идем к ним. Не помню даже, проходил я его нормально, или я его прошел с читами. Мне кажется, было сложновато пройти его. Так, ну и некоторые уровни я наверняка буду проходить с читами, потому что это реально сложно. Особенно последний уровень, вулкан. Так там вообще нам выдаются не обычные призраки, а супер-призраки. Которых, кстати, практически невозможно убить. Хотя как, это невозможно. У нас не будет пауэр-палет-мода. А еще нам будет жоба. Кстати, врагов можно реально бить с кулака в этом видео только что. И только что это получилось. Все нормально, спокойно, без проблем. Блин! Вот тварь! Да ты знаешь, что я делал с твоей мамой! Хе-хе, шутка. Пусть никто его не воспринимает слишком там жестко и подумает, что это настолько уже хреново, что я пушку и проломаюсь. Ребята, это абсолютно нормально. Это классика жанра. Это классика юмора. К примеру, там, не знаю, американского и еще не знаю с каких лет. Абсолютно нормальная шутка. Про мамашу шутить можно. И нужно даже, я бы сказал. Блин, так, к примеру, вот в мультсериале обычное шоу есть персонаж, который постоянно шутит про свою же мамашу. Ребята, у него учитесь. Серьезно. Годный персонаж, на самом-то деле. Хоть и безбашенный. И тусуется с призраком. Ну, это нормально. Серьезно, я так не люблю, когда люди... Это моралфаки, реально. Если человеку не нравятся шутки про мамаш, это, скорее всего, будет моралфак. Без шуток. Процента не знаю сколько, но это будет моралфак, скорее всего. Блин, и вот бегут уже куда-то. Не знаю куда. Ух ты, тварь! Ух ты, блин! Ладно, давайте же это кюдер рубим. И 100% мне не придется его здесь использовать, потому что я просто буду по себе гонять здесь. Вот процентов на 100, верю. Что мне и он здесь не понадобится. Видите, у нас хп стоит 666. То ли это отсылка на то, что мой сатанист после такого, не знаю. На чему. 163. Вау, блин, это много. А вот уровень, на который и по 200 будет. Или же на первом было 200, я не помню даже. Такова информация не является известной для меня. Пошел нафиг. О, вижу 88. Так, все. О, некоторые уже ожили. Бегаем нафиг. И, кстати, будут некоторые урни, которые даже Пэкмэна у нас не касаются. То есть, которые даже не касаются у нас темы Пэкмэна в целом. Которые просто так по фануне сделаны. Уровень Run Run Run, кажется, называется реально годный, хороший. Мне уже очень понравился уровень Run Run Run, который здесь будет. Не помню, какой он, десятый или какой. Есть также реально безбашенный уровень, который мы пропустим. Будет что-то реально просто жопой, и пройти невозможно. Так. Эпио стайл. Ух, в целом 250. Ох, это будет круто. Это будет очень долго и грустно. Наверняка. Так. Пытаемся их забрать. Блин. Факинг хит. Они уже здесь начинают двигаться. О, это уже сила. Блин. Факинг хит. А не, они не ко мне. Они еще пока что не ко мне идут. И все. ПП мне теперь не снесете. И зачитал так же. О, что? Уже все? Спасибо, как быстро. Я реально сделал пять фрагов. Я и не знал. Круто, круто, круто. Крэйзи мэн. Также это обдолбанный уровень, который мы наверняка пропустим. И зацените. Мы, кстати, здесь можем летать. В этом-то и вся суть уровня. Пройти его просто так я точно не смогу, потому что это все, ну, просто безбашенно. Вы видите, какой это уровень. Но зато, по крайней мере, его можно пройти. Так. О, класс. О, класс. О, другого можно просто купить. Тогда без проблем. К уничтожению мразей. Но время не так уже у нас. И много так, что мы этим заниматься не будем. Прямо рядом с ним сделали. Вот, молодцы. Молодцы. Все-таки есть два, которые мы забыли. Все, наверх. Блин. Ой, так уже и много осталось. Ну, блин, мне интересно, что было в голове у разработчиков, когда они создавали этот долбанный уровень. Серьезно. Блин. Серьезно. Я не могу представить, что было в голове у разработчиков. Это же невозможно уровень. Невозможный. О, лишнее. Где последний паунд? А, а... Все. Капец, какой-то. 115 секунд нормально. Реально. Нет, это уровень невозможный для прохождения, даже так сказать. Да, это реально удобно. Мексико. Мексика. Это у нас какой уровень? Просто Мексико. А, ну, а... Здесь показалось, что у вас седьмой. Все, ребята, мы только... Мы все ближе и ближе, и ближе к окончанию. Враги есть с самого же начала у нас здесь. Это и хорошо, и плохо. О, блин. О, давай ко мне. Где еще мрази? На. Три удара. Двадцать пять осталось. Ладно, без проблем. Сюда, скотина. Хорошо, что их реально можно взять и спокойно бить кулаком даже. Это... Это плюс. Прыгать надо, вы шутите? Так, создатели, это хреновая шутка. Хотя бы допрыгнуть можно. Это плюс уже. Блин. Нафиг пошел, нафиг пошел. Будет также реально... Несколько обдолбанных уровней. Это будет... Сайбердримс. Мне кажется, как-то так. На котором против нас будет целая куча кибердемонов. И также будет уровень, в котором нам придется ходить, внимание, по арахнотронах. Один из них будет впавший. Это будет проблема самого уровня. Мы не сможем его пройти по той причине, что один из арахнотронов упал. Да? Не знаю, там прыгать или что. Я имею в виду на том уровне, то есть. Он был францисом. Нормально все. Время подширила. Зато все в порядке с убийствами. В два раза больше нужного. Это хорошо, пожалуй. Восьмой уровень. Это либо Сайбердримс. Ран, 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 ран. Уй, блин. Давайте пройдем его по-обычному, без всяких там чутовитов дальше. Он уже подыхает. Подыхает. Все же, по-виде, все реально вот так вот падает. Реально годный уровень. Мой самый любимый, это именно вот этот вот. Ран, 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 ран. Не показал даже какой-то уровень. Так, Суисайд. Нет такой команды. Факинг щет. Идите-ка вы. Даже побыстрее. Огромное спасибо за это уже. Все, теперь погнали. Так, тихо, надо убежать каким-то способом. Так, музыка, кстати, здесь реально такая неплохая. И пищу не будет. Мы добавили специально для того, чтобы было приятнее бежать. Фак, мы одного пропустили. Пофиг, потому что потом мы можем спокойненько вернуться. Один-единственный. Мы просто допрыгаем до него и все. Родина. Похоже, ну врублен. Вот, все. И теперь у нас все уже по-другому совсем. Вот так теперь. Что у нас дальше? Либо обдолбанные уровни, либо последний. Tribute to Cyber Dreams. Как раз обдолбанный, который и так нельзя пройти. Языки про демонов. Я его пропускаю, потому что этот уровень ненормальный. Мап, мап 10. Это у нас... Так и думают обдолбанные арахнотроны. Вот, а вот и проблема уровня, о которой я говорил. Вот, у нас враги упали спокойненько здесь на низ. Спокойненько седируется на низу. Как он такой? Да не орлите вы так. Блин, мне по ушах дает. Да... Да идите нахер! Это, блин, громкость слишком. Вулкан-оазис. Погнали. 213 штук, которые нам нужно взять. Не обращая внимания на вот этих вот ублюдков, которые нас реально постараются прикончить. Хорошенько так прикончить, кстати. Вот. Я же говорил, что они в этом, кстати, профессионалы. С вами последний уровень. Самый, пожалуй, хардкорный. Не считая обдолбанных уровней. Это реально, это были уровни обдолбанные. Это уровни ненормальные. Я бы их в игру не впихал. Не знаю, там, захотелось или что. Ну, факт, десятый. Это... Жопа, пожалуй. Может быть, было по-другому поступить, не троллить игрока такими уровнями. Серьезно. Такими уровнями, как там... Крэйзи... Не помню, что там дальше было. Но так же был обдолбанный уровень. Тоже ненормально. Другие все пропали почему-то. Только что. Странно. О, а вот и тварь где. Тихая. Ну, спокойно. Спокойно. Мулкан. Так, до свидания. Два раза назад. Видите, его невозможно убить. Вы фиг его убьёте. Если мы его прямо вот на камень бросим, а? Всё-таки их убить можно, но это фиг возможно. О, теперь можно, да? Спасибо. О, мулкан. Что? Йоу, это босс? What the fuck is this? Это что такое? Йоу, модафака! Ничего себе! Боссер настоящего добавили нам. Хотя бы на него добавили оружие побольше. Фак, вещей. Я знаю, что для него нету ничего такого, чтобы показало, сколько осталось на него бить. Фак, вещей. О, перьян. Блин, и всё равно нет. Ну, вы шо видите, создатели. Да, детка! 154 секунды. Ну, и мощно. Реально мощно. И тотал тайм из... 145 секунд. Тотал тайм из... Вау! И сексер. Он тут, да, секрет левел. Йоу! Реально? До свидания. Вы что, реально думаете, что это вот секретный уровень или что? Не-е-е, не может такого быть. Ну, ладно. А может, после прохождения уровня с гибридемона и всё как-то по-другому? Проверим, может быть. Да, не знаю. Прямо как-то уже подбивает. Пожалуйста, с вами был я Ваван. Ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока. До следующего выпуском от обзора.